Странные события, объяснить которые пока никто не берется, происходят в доме номер 4 по улице Гаевского. Огонь высекает душевая лейка в момент, когда ее подносят к отверстию смыва. Происходящее сопровождается гулом и шипением. Узнали о электровозможностях душа жильцы 23-й квартиры в конце декабря. Бабушка была дома, она почувствовала запах дыма. Зашла ванну, отодвинула икра в пластику, оттуда огонь повыхает. Тут же пожарные вызвания приехали. Как бы долго не могли понять, что произошло. Бабушка Валентина была дома с правнуком ясельного возраста. До сих пор хватается за сердце, когда вспоминает пожар. Меня все трясет, а там ребенок в комнате. Я ему говорю, что Ярославчик не ходит сюда. А он в стол сидит на сапочке. О том, что выгорела соединительная муфта, узнали позже. Вызвали специалистов, померили напряжение в водопроводных трубах 110 вольт. И все. Пошел второй месяц памятного события, а в ванную заходить по-прежнему страшно. На днях хозяйка ударила током, когда она купала собаку. Я дала, взяла, а он взял. Я тебе не больно сделала. И опасно для жизни находиться не только в отдельно взятой ванной комнате. Как минимум в трех квартирах время от времени случается то пожар, то потоп. Железный шланг подводки к туалету попал на трубу и прогорел. За счет этого началась утечка воды и затопил соседей. Дважды у Владимира в туалете загорались трубы. Затопил две квартиры. Мало того, что пострадал сам, пришлось возмещать материальный ущерб соседям. Конечно, в дом номер четыре Нагаевского приходили специалисты. Но проблемы не решили и пока даже добрым словом не обнадежили. Да ничего не говорят. Это не у вас в доме. Мы не знаем, что делать. Пользуйтесь всем осторожней. А вот осторожней-то как? Вот что они предлагают? Как этим пользоваться? Никак. Особых мер никаких. Руководство ЖКХ и электросети о ситуации знают. Но просто предлагают не пользоваться услугами цивилизации. Ответить на вопрос четко, когда же в собственных квартирах люди смогут чувствовать себя в безопасности, не могут. Ну когда вот теперь опять как будет... Мы сегодня договорились с руководством на электросети. Опять как появится потенциал, мы выезжаем сразу на место. И они будут спортсанцию отключать, а мы будем смотреть. А вы начнете смотреть тогда, когда кого-нибудь пришедет током? Ну вот вы говорите, как следующий случай будет, тогда мы поедем. А если этот случай будет... Ну в данный момент, я говорю, нельзя найти того, что нет. Одним словом, нечистую силу изгнать из воспламеняющегося дома можно. Но только теоретически. Надо сказать, что происшествия совпали с ремонтом капитальным внутридомовых систем электроснабжения. Из объявления на доме следует, что работы успешно завершены в декабре. И сумма вот указана в 111 тысяч рублей. Вот это, вот это, вот это. Это результаты капитального ремонта электропроводки в доме. Можете себе представить, соответственно, точно такое же отношение... Ну это вот так вот я вскрываю. Видите? Это капитальный ремонт. Это одинарная изоляция по проходе между перекрытиями. Это выключатель, который должен быть наружного монтажа. Вот этот выключатель здесь уже 15 лет висит. Это я точно совершенно знаю. На деле ремонт выглядит вот так. Более того, он считается состоявшимся, несмотря на опасную и критическую обстановку в доме в целом. И пострадавшие их соседи сегодня боятся за свою жизнь. Ну просто убьет человека и все. Это нужно круглосуточно здесь работать. Мы побывали в доме Ногоевского в пятницу. За выходные ничего не изменилось. В нашей студии гости Олег Старцев, генеральный директор управляющей компании ЖКХ и Владимир Пирогов, директор производственной службы электросеть. Но, уважаемый Олег Иванович, Владимир Николаевич, вы видели сюжет. Пожалуйста, покомментируйте. Добрый день. Ну, по поводу ситуации в целом могу сказать, что специалисты и управляющие компании, и электросети занимаются решением этого вопроса в течение, по сути, всего января месяца. И ряд мероприятий уже был сделан. Это в том числе и контур был сделан на указанном доме. И также частично была заменена труба для того, чтобы разрыв в цепи произвести, пластиковый кусок был вставлен. И эти мероприятия частично имели определенный результат. На сегодняшний день мероприятия не завершены. Нам специалисты из электросети рекомендовали провести еще ряд соответствующих замеров. Ну, Владимир Николаевич, наверное, более подробно о них скажет. И уже по результатам мы будем принимать какие-то решения. На сегодняшний день просто мы не понимаем саму проблему, первоисточник. Владимир Николаевич, а вы понимаете проблему? Ну да, эта проблема достаточно, я бы не хотел сказать, часто. Она редко встречается. Но есть, как бы, такие мероприятия, когда эту проблему можно решить. Ну, в первую очередь мы провели расширенное заседание со специалистами ЖКХ, наша служба. И сегодня, вот прямо сейчас, пока мы здесь находимся, вот в этом помещении, служба электросеть устанавливает на нашем питающем центре, на подстанции, так называемый прибор качества электроэнергии в направлении жилых домов, где есть проблема, улица Гаевского-3, улица Гаевского-4. И по результатам мониторинга вот этого прибора, который в течение суток будет отслеживать качество электроснабжения по многим параметрам, я их сейчас не буду перечислять, мы уже через сутки получим картину, которая выявит, в каком направлении нам вот эту проблему решать. То ли это воровство электроэнергии, то ли это какая-то техническая неисправность. Утечка может быть? Да, может быть утечка. И вот по результатам анализа уже вот этого прибора, который промониторит ситуацию, мы примем уже действия по устранению этой неисправности. А скажите, пожалуйста, почему так долго вся диагностика проходит? Это такой сложный случай? Случай, да, сложный, неординарный. Они встречаются в практике, но дело в том, что дом многоквартирный, и бороться вот с этой ситуацией надо, посетив каждую квартиру, застать каждого жильца побывать в помещениях в определенных, где может быть и в том числе случай воровства электроэнергии. Я поняла. Еще, Олег Иванович, прокомментируйте, раз уж там о капитальном ремонте идет речь, и вот вы видели, да, как обстоит дело, будьте добры. Что делать? Татьяна, с мая 2014 года заказчиком капитальных ремонтов на квартирных домах является фонд капитального ремонта Московской области. Выполняют работу, соответственно, подрядчики. То есть вы не имеете вообще никакого отношения к этому? Значит, вот на сегодняшний день фонд Московской области капитального ремонта, он должен требовать от подрядчиков получать по окончании работ подписи управляющей компании, и не только управляющей компании, а еще и председателя совета дома. Когда происходит акт передачи, да? Если в этом доме такой совет создан. К сожалению, очень часто бывает, когда подрядчики, выполнив эту работу, не получили ни нашу подпись, ни подписи совета дома, а фонд при этом оплату производит. Поэтому мы обязательно направим письмо в фонд и потребуем, чтобы ситуации в этой разобрались. И если оплата произведена, значит, мы в претензионном порядке заставили подрядчиков устранить некачественно выполненные работы, то есть переделать, и чтобы впредь эти ситуации не повторялись. Вот, в принципе, сейчас в доме никак не принимали. Акты выполненных работ по этому дому, но и не подписывались. Скажите, пожалуйста, это последний вопрос. Что делать, если вновь будут какие-то случаи возгорания, случаи ударов током? Что делать жильцам 24 квартиры? Как им себя вести? Обязательно сразу звонить в аварийную диспетчерскую службу управляющей компании. Она у нас работает круглосуточно, 541-60-10, телефон. И в диспетчерскую службу электросети, Владимир Николаевич, наверное, подскажет телефон. Телефон 541-50-83. Спасибо. И я напоминаю, в нашей студии были Олег Старцев, генеральный директор управляющей компании ЖКХ, и Владимир Пирогов, директор производственной службы электросети.